Всем привет! Вы смотрите очередной, на этот раз специальный новогодний выпуск лайфхака. Радуемся вместе, живем легко и ярко, ну и, конечно, веселим других. Поехали! Для начала давайте займемся изготовлением праздничных открыток со скрытым поздравлением. К чему этот бумажный ширпотреб? Давайте делать поздравления действительно интересными. Берем бумагу или кусок картона, к примеру, бумажную офисную папку. Вырезаем заготовку подходящего размера. В центре, хотя это не обязательно, пишем поздравления, желательно гелевой ручкой или маркером. И тщательно надпись сверху натираем свечой, чтобы не осталось пробелов. После слой парафина покрываем жидким мылом. Когда оно подсохнет, закрашиваем все гуашью или акриловой краской по ткани, как в моем случае. Ждем, пока высохнет. Теперь ваше послание адресату зашифровано. Кстати, также можно организовать и лотерею на вечеринке. Теперь дело за упаковкой для подарка. Ее, кстати говоря, можно легко сделать из обыкновенной пластиковой бутылки. Можно взять обыкновенную прозрачную, а можно и зеленую. В тему, как говорится, к празднику. Вырезаете из бутылки конус и создаете ту форму, которая подойдет вашему подарку. Сгибая края, вы можете получить квадратную либо треугольную коробку. Далее делаете пару надрезов и подгоняете по форме дно и верхушку коробки. Закрываете, перевязываете ленточкой и ваша коробка готова. Можно довольно быстро сделать небольшую подарочную коробку из обыкновенной офисной папки. Вам для этого понадобится что-нибудь округлое, ну, например, моток скотча. Начертите на бумаге два круга, после чего, опять же, с помощью вашей тарелки обозначьте места сгиба. Теперь аккуратно пройдитесь столовым, не очень острым ножом по этим линиям. После вырезаете получившуюся заготовку и проходитесь по сгибам. А теперь вам остается только сложить вашу коробочку. Если уж продолжать тему оформления подарков прямо в офисе, то вместо обыкновенных бантиков и ленточек можно использовать стикеры. Можно взять стикеры небольшого размера, а с помощью ножниц их немного подкрутить и, к примеру, сделать разного размера. Можно на них, кстати, сразу писать пожелания. В общем, включайте фантазию. Но праздничное настроение, конечно, создает не только подарки, открытки, но еще и ваша атмосфера новогодняя. Я имею в виду, конечно, елку. Если у вас нет денег, желания или времени ставить елку настоящую, в сети есть множество советов, из чего ее можно создать своими руками. Мне вот больше всего понравилась ершиковая елка. Покупаем обыкновенный ершик любого цвета, не обязательно зеленого. Создаем форму с помощью обыкновенных ножниц. А проволока основания ершика становится подставкой для вашей елочки. Вот она и готова. Украшаем по желанию. Ну а если обыкновенные елки вам не по нраву, вы можете сделать самый настоящий елочный проектор из обыкновенной лампы или используя фонарик. Вырезайте заготовку в виде елочки, снежинки или чего захотите из все той же папки или картона. Для того, чтобы немного приглушить свет, вы можете заклеить получившееся отверстие либо обычной бумагой, либо пергаментом для выпекания. Можно его раскрасить в зеленый цвет, чтобы елка была больше похожа на настоящую. Почти все. Внимание, если вы, как в моем случае, собираетесь использовать настольную лампу, вам нужно постараться и покрасить ее изнутри в черный цвет, а также сделать пучок света направленным. Либо, что проще, используйте обыкновенный походный фонарик. Теперь ваша елка может располагаться где угодно. Теперь о радости. Ну как же без спецэффектов, когда часы пробьют 12? Конечно, прямо в квартире взрывать фейерверки у вас не получится, а вот использовать конфетти самое то. Нарезаете фольгу или обертки от конфет, а можно и какой-нибудь глянец на конфетти пустить. Берете обыкновенный воздушный шарик, пластиковый стаканчик и надеваете его на донышко. Теперь засыпаете свои нарезки внутрь, и ваша пушка с конфетти готова. Один щелчок и снегопад обеспечен. Ну и как же провести Новый год без одного из главных трендов этого года? Я имею ввиду усов. Мы можем сделать два варианта, съедобные и несъедобные. Для изготовления несъедобных усов смешиваем стакан муки и полстакана соли. Можно добавить ложку клея ПВА и какой-нибудь краситель. Теперь создаем форму и не забываем сразу прикрепить палочку. Отправляем всю эту конструкцию в микроволновку или духовку на подольше, минут эдак на 10, пока окончательно не затвердеет. Вот и все. Раскрашиваем и ваши новогодние усы готовы. Съедобные усы делаем так же, только используем для этого шоколад, который предварительно растапливаем в микроволновке. Глядите, не перетопите. После того, как создадите форму, не забудьте о палочке и отправляйте шоколад либо за окно, либо в морозильник, чтобы он застыл. Ну и напоследок предлагаю вам пару выкроек. Первое, это самый настоящий псай. Если вы хотите оставить ганном стайл в своем сердце, можете сделать соответствующую фигурку. Качаем внизу файл PDF. Ну а также вы можете, если вы являетесь поклонником Звездных Воин, сделать очень необычные снежинки. Схемы, опять же, для скачки внизу. Ну и, конечно, раз Новый год не обойдемся без подарков, очень хотелось бы отблагодарить большим пакетом всего и сразу от Тутбай одну нашу пользовательницу, которая прислала следующий лайфхак. Пусть не новогодний, но, мне кажется, каждому пригодится. Особенно у кого остались старые обложки от кассет. Александра Комарова даже не поленилась и сняла видео. Как можно использовать уже ненужные коробки от старых аудиокассет? Пару движений и у вас готова подставка для смартфона. Еще раз спасибо за лайфхак. Шлите еще, я напомню, адрес eosobakatutby.com. Самые интересные, естественно, без подарков от Тутбай не останутся. Ну а я с вами на этом попрощаюсь. Нескучных вам праздников. Пока!